Всем привет, друзья! Сегодня опять будем говорить о том, что почему у вас не работают щелчки клавиатуры или работают тише, громче, либо же вообще их не слышно. Я вам сейчас покажу три варианта события развития, почему, из-за чего и как их устранить. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Смотрите, друзья, всё в принципе просто. Первое, у вас должен быть включён звук, качелька громкости потянута вверх, чтобы она беззвучна была, и на рабочем столе максимальная громкость экрана должна быть. То есть, когда вы добавляете громкость максимально, вы увидите звонок. Вот это и будет отвечать за громкость ваших щелчков, в принципе, как и громкость звонка. Всё. Остальное вам нужно настройках включить, сами щелчки. Давайте же конкретно нырнём в настройки, я вам наглядно это всё продемонстрирую. Итак, друзья, начинаем с простого. Переходим в настройки в поисковой строке, пишем щелчки, переходим сюда. Когда, видите, щелчки клавиатуры, вот этот ползунок должен быть активен, в принципе, этого достаточно. Всё. А здесь максимальная громкость, вот, не вот та, просто я сейчас записываю, и у меня, в принципе, громкость звука играет. Но у вас здесь сверху появится звонок, вот этот максимальный громкость звонка, когда вы будете добавлять звук. Тогда, в принципе, и это будет считаться щелчками клавиатуры. Всё. Этого достаточно. И также не забудьте звук без звук, именно, чтобы был включён вот так вот, звонок на максимум. И всё будет работать. И всё, друзья. В принципе, сами понимаете, ничего сложного не было. Просто нужно было немножко вникнуть, разобраться в этой системе. И всё, в принципе, понятно, доступно. Друзья, не забывайте то, что проходит конкурс на канале Jazz Run. Это мото-канал. По подсказке в описании, по ссылке в описании. Скоро там будет розыгрыш на первую тысячу подписчиков. Поэтому поспешите, подпишитесь и станьте участником. Возможно, вы именно выиграете этот приз. Дальше больше. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok